МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павел Козюка, директор СОС детской деревни Могилёв. В ней живут восьми семьях 45 детей, которые остались без попечения родителей. Здесь оказывают поддержку сотням семей, которые попали в кризисную ситуацию. СОС-деревня работает в Могилёве с декабря 2009 года. Я, наверное, не рассматривал бы эпалеты, не рассматривал бы погоны, не рассматривал бы должности. И, наверное, вы знаете, когда попадаешь в такие, может быть, печальные моменты на кладбище, идёшь, смотришь, есть фамилия, имя, отчество, старт и финиш. Вот. И, как бы, регалии там и как-то всего остального там нет. И по жизни, наверное, надо смотреть, всё-таки, какой это человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По профессии вообще я был тренером на байдарках Каноэ. Это было уже давно. И работал педагогом в Дзержинске, первой школе. Работали с Валерием Михайловичем Михалевичем. А это был первый директор СОС детской деревни Боровляна. Вот. У нас был хороший такой тандем рабочий, когда мы ещё работали в школе. И в 2000 году он пригласил к себе детскую деревню. Вот. Я был его заместителем. У них многое что было прожито. И в походы с детьми ходили, и трудные моменты были. Ну, а потом приехал в 2008 году в Могилёв, когда шло строительство СОС детской деревни Могилёв. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не приемлю такие слова, как выгорание, тяжёлое. Наверное, если мы с этим справляемся, значит, не тяжёлое. Выгорание, на мой взгляд, это когда мы находимся в конфликте с самим собой. То есть, когда мы не можем договориться, для чего мы это делаем, зачем, или у нас есть какие-то скрытые цели, куда энергия идёт, а внешний результат не получается или получается не такой, как мы ожидаем. Вот. И тогда это конфликт в себе, который забирает много энергии. Если с собой не договориться, то и нечего заниматься этим вопросом. Вот. Наверное, так. Много беды пришло после Великой Отечественной войны. И СОС детские деревни как раз появились в Австрии в 1949 году, когда была масса детей, немецких, австрийских детей, которые потеряли родителей во время войны. И Герман Гмайнер, который тоже, кстати, служил, скажем так, в путевоположных, с другой стороны, да, по другую сторону. И воспитывался сам в очень многодетной семье. Сестра их воспитывала, они потеряли мать. И для него была эта проблема очень близка. И вот первую семью они создали. Он сказал, что всяким дипломом об образовании я предпочел бы диплом о душевности. Вот. И были созданы первые семьи. Конечно же, не в таких условиях и коттеджах, которые сейчас. Вот. Тогда это было скромнее. Они взяли кружку и пошли собирать деньги. Вот. И потом движение разрослось. В настоящее время более 500 деревень во всем мире. Любовь вообще понятие по себе довольно непростое. Но любящая семья для каждого ребенка, это, наверное, как оптимальная среда, где ребенок может развиваться. Быть защищенным, потом развиваться. Реализовывать свои какие-то задумки. И дальше выходить в самостоятельную жизнь. Вот. Поэтому какой-то единый эталон, что все семьи должны быть вот такие, 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 это нереально. Вот. Наверное, важно, чтобы... Да любому человеку в любой семье, чтобы была оптимальная среда для его развития. Все мы разные, значит, и методы, и способы будут разные. Наверное, важно слышать. Слышать, что надо человеку. Наверное, в этот термин и вкладывается такое понятие, как сострадание. Сострадание – это не жалость, это не какое-то такое треморное переживание, да, или не нахождение себе места. Это когда уметь услышать человека, его переживания, что с ним происходит в настоящее время. И тогда... И тогда мы выберем, наверное, самый близкий оптимальный шаг в действиях. Но опять же, это вопрос диалога. О диалоге всегда рассматриваются два человека. Поэтому я всегда говорю, как бы и смотрю так, какую реальную цель мы преследуем. Если все по-честному, значит, надо и делать по-честному. Тогда надо человека слушать. Если я реализовываюсь через ребенка, значит, надо говорить, я реализовываюсь. Но тогда там не идет речи о ребенке. Каждый ребенок – это судьба. Каждый ребенок – это какая-то... какая-то своя история. Понятно, когда это сирота, сирота, где родители ушли из жизни. Когда родители живые, это немножко другое. Знаю одно, что тот, кто работает с этими детьми, не должен в себе внутри носить претензию к этим родителям. Потому что не даны нам функции судить. Хотелось бы, чтобы они научились идти по пути. Дело в том, что предсказать, у кого какой путь будет, очень сложно. Учитывая, что дети пришли, принадлежат к разным семьям, история родов у некоторых потеряна. И предполагать, какое будущее будет у каждого впереди, очень сложно. Но можно научить идти по этому пути. И это важно. Важно, чтобы они могли преодолевать препятствия. Важно, чтобы они могли слышать себя. Важно, чтобы они научились слышать других. Эпоха, наверное, такого соревнования, она уходит, на мой взгляд. Приходит все-таки эпоха сотрудничества. И очень непростое, дух сотрудничества вообще сам по себе непростой, это умение слышать всех. Именно слышать не слова, а именно настраиваться на другого человека. Это важно. Вот, наверное, важно, чтобы дети научились слышать, учились идти. Такое, знаете, мы, в принципе, даем им технику движения по жизни. Вернее, хотим дать технику движения по жизни. А вот пойти и двигаться они должны сами. И вот брать ответственность за это движение, это тоже важно этому научить. Мы не сможем прожить их жизнь за них. Мы-то сами по себе хотим ребенку своего счастья. А у ребенка, наверное, есть какое-то свое счастье, представление об этом счастье. Вот, когда они совпадают, мы оба находимся в покое, да. Когда они не совпадают, получается, появляется диссонанс, и мы тогда попадаем, кто-то попадает в тревогу, или оба попадают, в тревогу какую-то, потому что не срастается. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если речь идет о наших детях, нам надо научиться их отпустить, а им надо научиться взять ответственность за свою жизнь. И это будет их путь, а мы должны это уважать. Удобно рассматривать все, я как бы называю, в 2D. Когда есть белое, черное, плохо, хорошо. Кроха сын к отцу пришел и спросил о Крохе, что такое хорошо и что такое плохо. Когда все поделено вот на такие конкретные вещи. Но, как жизнь-то показывает, что все намного многомерно. Очень многомерно, и грани очень много. и категорично невозможно это все оценить. И поэтому, чтобы этого не было, надо работу вести с семьей. И к этому мы пришли, поработав вот эти 9 лет, мы, наверное, несколько лет назад пришли к тому, что надо работать с семьей, а не только с жертвой. Потому что результат будет очень маленький. Это будет только в том случае, когда семья расстались, муж и жена. Поэтому на сегодня даже интересно, и поскольку энергия пошла такая, у нас на консультацию уже приходят в кризисный центр и мужчина, и женщина. Это как показатель того, что все-таки отношения это вопрос двух человек, а не одного. Дети живут в атмосфере. И те отношения, которые возникают между мужем и женой, они бессловесны. Они просто, скажем так, это летает в воздухе. И дети впитывают это намного лучше, чем академические наставления, которые мы им даем. Вот поэтому если мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, нам надо самим задавать себе вопрос, что же счастье для нас, и искать его. Смысл в жизни? Наверное, в пути в самом. Потому что знаете, вот что на сегодня я могу по своим ощущениям сказать, что нам же, скажем так, в философиях, в религиях устанавливают какие-то маяки, царства небесного, еще какие-то там рая, и все но что на сегодня я могу сказать, что это не пункт назначения, что прийти в пункт назначения и там вдруг попасть во что-то счастливое невозможно. Оказывается, что пункт назначения это само движение, сам путь. Вот и когда это начинаешь понимать, начинаешь видеть здесь и сейчас, а не там и потом. На мой взгляд реально надо увидеть здесь и сейчас. Если есть человек сегодня с тобой, ты общаешься с ним и ведешь с ним, ты должен увидеть его здесь и сейчас. Не свои иллюзии, не свои представления, не свои фантазии, не свой жизненный опыт, а увидеть реального человека, живого. Почему вот частенько вспоминаю, что как дети надо быть, но это не щенячья такая веселость и радость, дети не наделены до определенного возраста алгоритмами. И вот они воспринимают жизнь реально такая, какая она есть. Если он видит человека, он видит человека. Если он видит кошку, он видит кошку, видит дерево, видит дерево. И вот этот реальный момент, когда мы не мультик своего ума смотрим, а видим реально, это очень важно. Ну, наверное, вот это смысл жизни есть, видеть настоящий. ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok